а здрасте а у нас тут свапа подкатила и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на свапочки свапа пулечки или как там ее короче значит друзья чего у нас происходит во-первых конечно же уборка большого поля здесь я посадил или посеял наверно посадил потому что я садил сажалкой а не сейлкой поэтому посадил да короче хмель у нас здесь растет и наш силосник вместе с вальтрой большой это все дело убирают уже одну проходочку они завершили и у них все хорошо да это опять очень долгое занятие будет но ничего страшного на седьмом поле он я посадил кукурузку которая собирается на зерно с помощью нашего любимого лексиона классный комбайн кстати с ним в паре работает джонник вон он там вылез и из дебри курузой почему он ее топчет я не знаю хотя он ее не топчет просто сквозь проезжает но в общем-то эти пацаны тоже работают и у них тоже все должно быть типа чики-бомбони я хз как это правильно называется нам также друзья в прошлой серии мы с вами запустили производство на этом самом фруктовом садике и твою мать ничего не сделалось за это время и кто мне там все пишет да мне 500 раз говорили вырубать звук на записи но я этого всегда не делаю забываю пардон короче сюда все завез и забыл запустить точнее я ну да короче запускаем все это дерьмо и у нас пошли вырабатываться яблочки и все остальное дерьмо и абрикосики сливы в общем то мы это запустили прошлый раз забили я сейчас я это только запустил да я сюда завез все что нужно полностью не только на серии в общем-то все нормально все работает производство довольно медленно и 2000 литров в час но зато бункер на целый миллион мать его литров и самое главное что они не будут портиться а еще друзья у нас прошел стрим где мы немножко попилили лесом тут уже не так много деревьев осталось которые мы сами посадили честно говоря и мы полностью забили производство бруса правда это дело тоже здесь переработалось уже почти все а также забили производство поддонов тоже полностью здесь как-то в два раза медленнее это все дело переработалось но зато у нас теперь есть поддоны и в общем то тоже все хорошо но она сегодня у нас опять-таки грандиозные планы поэтому погнали работать начнем друзья мы с нашего любимого производства лавандового масла буквально вот пару минут назад 200 тысяч литров полностью забилось производство я вот до того как начать записи бегал производства было чуть меньше в общем то она только-только остановилась и соответственно нам нужно его продать и делать мы это будем с помощью нашей любимой скани и кстати да у нас появился новый прицепчик у такой замечательный оранжевый и он мне прям очень нравится потому что он оранжевый на самом деле нравится мне не только поэтому он мне еще нравится потому что он падла большой теперь будет возить не по 20 поддонов а по 40 так что да вот такое вот у нас охренетительное приобретение появилось в общем то что мы делаем мы как обычно выгружаем 6 поддончиков паркуем нашу сканию кстати намотала уже 656 километров охренеть так давайте запаркуемся как-нибудь вот например вот так вот я думаю что это будет прям норм ставим автозагрузка поддоны и включаем подбор 3 из 40 обожаю это ну и соответственно теперь создать поддоны и в общем то все это дело забиваем и она он прямо в два ряда ну круто же теперь надо будет не 5 раз ездить а 3 даже два с половиной но знаете ли количество натуральные числа все дела короче говоря погнали все это дело отвезем правда я еще не знаю даже куда мы это дело отвезем мы же люди жадные нам надо посмотреть где дороже всего лавандовое масло и дороже она всего на ип соболеве блин меньше девяти тысяч даже стоит а где у нас ип соболев находится это тот который да тот который прошлый раз у нас покупал это самое лавандовое масло около придильни в общем то друзья перевожу я все это дело туда знаете друзья я уже определенно влюбился в этот прицепчик из-за этого количества поддонов твою мать два раза съездил и все зашибись ладно давайте тогда выгружать продавать все это дело сейчас это все у нас продаться и мы будем богатыми при богатыми хотя на самом деле имея полтора миллиона евро на балансе я бы наверное перестал бы работать вообще так первый есть давайте 2 до разумеется я вам не показывал перевозку но это не интересно об давай все остальное тоже грузись есть кстати продавать такое количество наверное будет тяжковато хотя машина едет все равно все нормально ой нормально кстати продается они даже падают и и все нормально да меня это определенно радует и сразу 500 тысяч о нормально все продается не так уж и много геморрой это здорово это прям охренительно так задавайте последнее соберем тут он один висит в воздухе ну да все мы помним как это раньше работало они остаются висеть и ничего страшного в этом нету лично собрали и продаем выгружаем продаем последнюю партию да мне это определенно нравится слушайте обожаю деньги да все любят деньги в принципе нормалды по 700 тысяч с прицепом доход от продажи урожая миллион семьсот шестьдесят пять тысяч ахренитительно но друзья это у нас насчет заработка на сегодня еще не все сейчас мы разбогатеем вообще по полной у нас друзья есть еще лошадочки и лошадочки наши созрели ну то есть выдрессировались и теперь кто же можно продавать и сейчас мы не будем то есть сегодня будем но не прямо сейчас покупать новых лошадок мне кстати сена закончилась и овес в кормушках остался этот овес скорее всего продастся я в общем то друзья как уже говорил собирался сюда расположить коровники мы с вами запустили агрокорм построили запустили и забили его весь и у нас есть корм для коровок и мы отсюда еще свинтили в общем то наша задача сейчас продать лошадок снести вот эти вот штуки загона для лошадей снести здесь старую базу выровнять участок и расположить на нем новые загоны для лошадей и коровники и начнем мы конечно же с продажи наших лошадок по большому счету можно было бы конечно вручную отвести и сэкономить на этом немножко денег но мне очень лень я честно говоря готов потратить 4800 чтобы этого не делать в общем то 800 косарей с первого загонщика со второго то же самое перемещаем все это дело и подтверждаем еще 800 косарей но здорово же правда это же самое делаем с третьим загонам еще 800 косарей теперь все вот это дерьмо которое на этой площадке находится можно смело снести кроме ферментатор ферментатор здесь у нас останется я думаю место для коровника и прочего дерьма здесь будет предостаточно поэтому в общем то сносим загоны для лошадей и за них тоже получаем какие-то копейки техника продана техника продана и техника продана продана зданий а это самое за то что там овес лежал нам ничего не дали вот ублюдки теперь надо еще по одному продать эти сраные керхеры да но и гаражи конечно же такс навес большой вот этот вот мы продаем да на маленькие не тыкается беда значит обычный навес только мы попали не на то место ладно мы вернемся не проблема нас интересует вот эти вот старый навес тоже какую-то копейку мы конечно за них получаем но это в два раза меньше чем то сколько они стоят на самом деле так тут у нас осталась еще керхеры и пополнялка семян и пополнялка удобрений algumaiko жидких удобрений опять я на базе оказался она что же такое то нас интересует вот эта пополнялка тоже самое с пополнял кاسемян да я понял приколь надо короче которая дешевле то и тыкать потому что она старше потому что дешевле потому что потому что да все это мои чуть чуть чувства или как там было и тоже самое проворачиваем с керхерами как все нужно по продавать тоже те которые дешевле хотя есть один керхер на базе которая до сих пор не продал а надо было бы сейчас мы тоже сделаем не вопрос я говорю вот про этот керхер который я всунул случайно ну короче случайно до сунул сюда низ клик мать его сейчас друзья самое тяжелое наверное то что можно здесь придумать это гребаный terraforming который я ненавижу в общем-то надо выровнять сначала всю землю относительно вот этой вот части здесь у нас производство остается поэтому будем равняться на него и мы в общем то вот так вот это все выравниваем и вот здесь тоже все это дело мы выравниваем не у нас списываются за это деньги до трава здесь честно говоря хрен с ней так выравниваем все здесь со всей силы здесь вроде бы все ровно и нормально я думаю пойдет там тоже какие-то горочки появились да здесь скорее всего появится враг ну и ну и бог с ним вообще пофигу ну вроде как то так это должно выглядеть и сейчас мы все это дело закрашиваем травой или вот такая травня не такая такой травой да закрашиваем все это дело травой потом мы после того как закрасим травой поставим сюда на загоны для животных а дорожки уже будем рисовать самую последнюю очередь ну это же типа логично наверно да ну типа как то так наверно вроде бы все закрасил тут все равно дорожки будем делать поэтому можно не париться да вот здесь я пропустил ну и теперь располагаем животных загон для скота значится нам нужен выгон для лошадей большой будем их располагать точно так же как и они у нас были раньше и поставим тоже три штуки значится один вот сюда один вот сюда и один вот сюда мой нормально я думаю да а также друзья поставим 2 коровника крови пастбище твою мать какое оно большое у нас тут два не влезет значит у нас один коровник будет или если вот так вот поставить то влезет два не нихрена друзья у нас будет здесь один к 1 коровник значит будет он здоровый падла вообще на самом деле это все дело оттягивал потому что ладно неважно давайте мы наверное поставишь по не видели силосную башню как у них ферментируется все и лошадок тоже видели вот так вот жахнем во и нормально будет но как-то так здесь это все выглядит ровная площадка никакого терраформинга никаких бугуров меня это радует надо друзьям закупать животных тогда начнем с лошадок короче в одном загоне у нас будут все лошади бурые не знаю почему я и всегда эти загоны заполняю всеми лошадьми разных цветов а сейчас что-то мне захотелось вот так вот короче здесь у нас будет вот такая вот бурая лошадь в нормалды во втором загоне у нас будут рыжие лошадки об тоже нормально в одном бурая в другом рыжие давайте еще купить лошадки один сорт в третий загонщик бура белая наверно да я все-таки хочу такую и тоже подтверждаем лошадки у нас есть теперь коровки коровки у нас это понимают здесь заполняются да так брахманов нахрен и знаете друзья я наверное одной породы всех запихаю сюда сколько у нас кстати всего влазит то сюда 200 штук значит смотрите 175 коровок мы сейчас купим и все они будут одной породы и это будет то ли буро белое то ли чё давайте это будет черно-белое потому что такой знаете ли мне кажется это самый правильный вариант потому что коровы должны быть именно такого цвета я привык именно к таким коровам черная к это некрасивая если я правильно посчитал то именно вот такое количество денег я должен потратить на них 407 437 тысяч пятьсот и 35 тысяч доставку переместить подтвердить хоп да в общем то вряд ли мы здесь увидим живьем 175 коров но их здесь до хрена х нормально открываем меню и да их 175 частота дохрена воды нету соломы нету моносмеси нету сена силос жжем трава ничего нету кстати у меня стоял мод чтобы их обслуживать нет я его видимо случайно отключил беда но я его потом поставлю наверно или нет неважно в общем то наша задача сейчас заполнить кормушки коровам будем давать только моносмесь траву и сена силос жжем и можно не давать у них все равно производительность будет сто процентов вот солома вода это надо будет возить и соответственно нашим лошадкам тоже самое сено овес в общем то все надо возить и для этого друзья нам опять понадобится наша любимая скания я думаю даже что 2 с коней которые мы возьмем и будем ездить по через фоломи а почему бы собственно и нет еще раз залезем меню посмотрим что нам нужно ввести как обычно для начала по одному прицепу а потом уже как пойдет соответственно лошадкам надо вода солома овес сена вода берется здесь можно взять здесь солома овес сена берется на нашей базе соответственно коровкам вода тоже здесь моносмесь здесь солома на базе соответственно давайте начнем с воды не знаю почему но захотелось мне начать именно с воды цепанем две бочки сейчас по фоллоуме их отвезем у нас есть две бочки которые могут спокойно возить в воду правда есть вероятность того что там может требоваться меньше чем 50 кубов насколько у нас бочка но ничего страшного не будет а у нас же кстати три загона для лошадей поэтому найдем и куда эту воду выливать мне кажется так заполняем первую бочку а пока она заполняется можно поставить заполнять и вторую бочку не вижу в этом никаких проблем давайте синенькую которая только для водички потому что мало ли нам для силоса что-нибудь понадобится хотя там по-моему силос лежит в той бочке точнее не силоса биогаз я вроде как там что-то оставлял хотя честно не помню так заполняем этом так как оранжевая скания у нас немножко помощнее мы соответственно ее сзади прицепим на фоллуме а сами поедем на белый потому что она медленнее что вот так вот фоллуме отставать давай 50 метров как обычно мы это дело любим и повезли водичку нашим животным друзья я же лошара я же забыл дорожки то построить а ну-ка давайте-ка приступим к этому дерьмо у нас опять планировочка опять окрашивание и нам нужно найти чем мы рисовали дорожки это были явно не такие да это у нас вот такая вот штука во-первых конечно же нужно везде обозначить вокруг наших загонщиков знаете друзья наверное вот так вот это все будет у нас выглядеть почему бы и нет в общем-то мне не нравится не знаю смотрите сами можете написать комментариях как вам вроде как нормально потом эта травка вырастет и здесь вообще будет красота но мы разумеется выходим из-за режима редактирования и наша задача разгрузить воду хороший вопрос куда она выливается коровкам нашим сюда насколько я понимаю им пожрать высыпается да а вот сюда наверно попить или наоборот да вот сюда выливается попить принципе выливаем эту бочку всю насколько выльется смотрим в меню и понимаем что до воды нужно очень до хрена им охренеть сколько они пьют но это наши из не им будет хватать конечно полностью забить но охренеть беда ладно пока так я потом этим займусь давайте вот эту бочку повыливаем примерно равномерно примерно равномерно да нашим лошадочкам а лошадям много не надо вот лошади не так много пьют хотя их тут 16 штук а там 175 ну и ладно значит будет так значит остальное разумеется сейчас вылим коровкам боем еще 30 кубов прилетит нормалды выливаем оставшиеся коровкам и сейчас поедем им за моносмесью моносмесь я думаю они тоже будут очень дохрена жрать поэтому мы им сейчас привезем целых два прицепа и тоже забьем это все вот просто на на красненькую такую вот пупуську очень вода кстати не засчиталась то я же вылил вторую или я это вылил в эту бочку она гениально тут же бочки из бочки в бочку можно выливать в общем-то 83 куба у них есть на до вечера им этого хватит 83 тысячи литров воды охренеть ну 175 рыл я понимаю ну ладно хорошо погнали за моносмесью я не помню говорил я или нет но трава солома и силос у нас используется в пропорции один к одному к одному ну короче всего используется поровну и вот за пару дней миллион нам сделалось но мне кажется миллион даже в кормушку то наполовину забьет не знаю может хорошо что мы один коровник то всего поставили хрен его знает короче загружаем это все дело и два прицепа два прицепа по 5 по 59 кубов мы сейчас две скани им привезем и везем на коровник соответственно выгружаемым моносмесь выгружается на слава богу быстрее чем загружается потому что загрузка была прям очень долгой я наверное успел бы еще одну серию записать пока это загрузилось ладно это конечно утрирую давайте-ка перейдем вот в этот вот man точнее сканию боже мой опять и маном обозвал в общем-то выгружаем и все это дело и твою мать как мало мне что-то подсказывает что наш корма смесительный завод не может себе позволить справиться с потоком с приготовлением моносмесь хотя тут же на 6 дней заполняется так что не знаю не знаю ну ладно посмотрим в общем-то это дело мы все тоже отвезли и поехали за соломкой солому друзья мы будем высыпать сначала лошадкам насколько я понимаю им одного прицепа на все три загона уже будет много хороший вопрос куда ее высыпать здесь а по-моему он там на углу лошади вообще не прихотливая и и денег дают до хрена сколько здесь надо или им доход не им тоже копейки нужны отлично соответственно высыпаем по чуть-чуть лошадкам а остальное все высыпем коровкам логично же правильно вот так вот во второй загончик и в последнем поехали тоже сыпанем понимаю вот сюда да хороший вопрос куда это высыпать дело коровкам вряд ли там где еда здесь мы коровок покупали здесь мы их хотя может быть там где еда хрен его знает а может быть кстати и здесь потому что здесь мы еще ничего не высыпали давайте попробуем туда подъехать да я просто животными не занимался никогда поэтому для меня это все впервые так что не удивляйтесь моему нубству в этом деле что сюда до сюда угадал соответственно остаток с первого прицепа высыпаем сюда и весь второй прицеп тоже сейчас высыпем именно сюда и окс лично перед переходим во вторую сканью и выгружаемся соответственно что мы здесь видим солома ну ее требуется уже видно что намного меньше чем воды лошадок вода солома есть осталось только по сути дела накормить лошадей и все до коровки наши кстати уже он немножко накакали жидкий навозик он появился может имеет смысл сельхозхимию поставить там из жидкого навоза и дегестата можно же эти самые удобрения делать а удобрение можно дорого продавать в общем-то подумаем над этим еще ладно погнали еще заберем сено и овес последний ингредиент уже для лошадей и все у нас будут сыты и накормлены ну что лошадки вот вам короче и еда приехала давайте сначала высыпем им овес а потом сено да кстати может быть одного прицепа им не хватит а может быть тоже зоната будет я не помню честно говоря этих всех пропорций но будем высыпать примерно треть отлично овес у них есть теперь они им еще поесть это уже хорошо бросаем эту сканию здесь и берем оранжевую она нас он на везде вообще осталось там у нас лежит сена чаем выступим сена тоже по такой же схеме абсолютно кстати вот моему высыпали овес а у них там к чё-то зеленая появилась хрен его знает как это работает это же наша любимая ферма счет с удивляться то ну что друзья как то так все у нас теперь все сыты все накормлены уже и твердый навоз появился молока нету производительность сто процентов тут тоже в общем то все замечательно да этот самый animal keeper я все-таки поставлю в первую очередь чтобы поддерживать чистоту потому что а он у меня кстати стоит да сейчас прошло время видимо начало часа было и она обновилась все вода солома у них всегда будет чистота у них всегда будет наша задача будет подвозить сюда моносмесь делать ее и подвозить лошадей же в принципе мы их оставим так как есть они очень медленно жрут можно кстати немножко промотать даже время например часик один вот так вот и у нас уже появилась 3000 литров молока и до хрена навоза до жрут они тоже много и через пять часов у нас будет новая коровка я специально взял 175 чтобы потом продавать коров которые будут размножаться будем в общем то их на на этом числе и поддерживать наверное или может человек 190 человек ни хрена себе сказал коров 190 будем держать в общем то друзья очередной сезон по свапе у нас подошел концу сделаем небольшой перерывчик по роликам сейчас будут выходить одна очень интересная карьера из села приозерск поэтому если вы не подписаны канал то советую подписаться чтобы это дерьмо не пропускать я там уже тесты вовсю провожу и вообще там будет очень классно прям охренетительно прям серьезно на стримах же мы вернемся на карьеру которая у нас идет с сезонами по свапе там где у нас все херам выкуплена за кадром же я буду готовиться к новому сезону все производства которые идут на биогазе на силосе на траве вот это вот моносмесь я буду поддерживать забью их полностью деревья все короче все кроме зерновых плюс у нас на балансе 4 с половиной миллиона там будет промотана несколько дней у нас можно будет продать и лаванду и пиво и может быть даже лошадок вот этот хмель кстати что сейчас убирается он у нас на пивзавод пойдет кукурузы вообще не знаю зачем нам и в общем то через пару недель мы начнем новый сезон наверное не обещаю но наверное который скорее всего станет последним по этой карте потому что там будет уже большую порно производства хотя у меня есть желание конечно купить еще какой-нибудь гигантское поле можете друзья писать в комментариях что еще делать здесь и вообще давайте дохрена комментариев каких-нибудь запихаем потому что потому что это важно для раскрутки канала и все такое и давайте в честь завершения сезона дохренища лайкусиков побьем все мать его рекорды так что друзья как то так на этом у меня все не забывайте про лайки комментарии подписочки все прекрасно сами знаете всем огромное спасибо за внимание поздравляю с успешным завершением очередного сезона всем друзья всего доброго пока пока